Всем привет! В эфире информационная программа Ваши Шоу Плюс на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. С вами Яна Редько. 14 августа 18.00 во Дворце Спорта пройдет грандиозный четырехчасовой фестиваль дискотека СССР с участием настоящих мировых поп-звезд, легендарных кумиров нескольких поколений. Группа Чингис Кан, Доктор Албан, Ace of Base, Кай Метов, группа Блестящая, группа ПМ, экс-премьер-министр, группа Комиссар. Даже самые известные звезды музыкального шоу-бизнеса иногда выступают под фонограмму. Но только не в этот раз. Кумиры золотой эпохи диска Евроритма вживую исполнят ваши любимые песни. Только живой звук, только настоящие эмоции. Все купленные ранее билеты остаются действительными. Сольный концерт Олега Майами пройдет 14 августа 2021 года в пространстве М-11. По адресу город Минск, проспект Машерова, 11. Начало концерта в 21.00. Все ранее купленные билеты остаются действительными на новую дату без изменения стоимости. Каждый четверг стендап. Шоу истории. Терраса Бара Луна на улице Янки Купалы, 25. Шоу, где комики рассказывают истории из жизни, которые в очередной раз доказывают, что величина глупости и непредсказуемости человека не измерена в полной мере. Также теперь каждое воскресенье на террасе Луна Бар проходит комедийный бранч. Европейская и паназиатская кухня, исполненная как в традиционном стиле, так и с авторским взглядом шеф-повара. 24 и 25 июля пройдет главный кофейный фестиваль лета Coffee Fest Беларусь. Шестой раз масштабный фестиваль Coffee Fest Беларусь объединит любителей кофе, бариста и бизнес-сообщества Беларуси. Насыщенная программа кофейных выходных на любой вкус и возраст. Мероприятие проводится при поддержке Международной ассоциации Specialty Coffee в Беларуси. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте coffeefest.by. Дворец искусств Минск, улица Козлова, 3. В субботу с 10 до 20, в воскресенье с 10 до 19. 23 июля в концертном зале ДК МАЗ 20.00 в Минске выступит один из самых популярных комиков на пространствах СНГ Артур Чапорян. Артур Чапорян популярный комик, участник проекта стендап на ТНТ, участник и герой шоу «Что было дальше», участник шоу «Вечерний ургант», резидент стендап-клаб номер один, а также создатель YouTube-шоу «Вечер-вечер» 23 июля в концертном зале ДК МАЗ. 24 и 25 июля на территории музейного комплекса Дудутки в 12-й раз пройдет международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд-2021». «Наш Грюнвальд» — это старейший и крупнейший фестиваль военно-исторической реконструкции в Республике Беларусь. В 2021 году хедлайнерами концертной программы станут белорусские бренды «Пава», «Стокс», «Янжинчак», «Неврида», «Акваморта», а также легендарная российская группа «Мельница». Во время фестиваля пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ренослам. Будет работать ярмарка «Город мастеров», интерактивные площадки. «Виво Браслов Оупен Эйр-2021» пройдет 23 и 24 июля. Концентрация спорта, драйва, красивых мест, позитивных людей и огромного количества отличной музыки. Один из крупнейших Оупен Эйр Беларуси, проводящийся летом на территории Национального парка Брасловские озера на северо-западе страны. В июле 2019 года фестиваль посетили более 26 тысяч человек. В 2021 году лучший летний уикенд страны встретит тебя с двухдневной музыкальной программой и непередаваемой атмосферой пляжного отдыха. Крупнейший живописный кемпинг, обильное разнообразие фудкортов и зон развлечений сделают ваш ОДЛОК комфортным и запоминающимся. Билеты всех категорий, приобретенные ранее вами на «Виво Браслов Оупен Эйр-2020», действительны для посещения мероприятия в 2021 году. Минская группа «Параллель» исполняет собственный материал и кавер-версии российских рок-хитов. Особое внимание уделяется группе «Короли Шут», их вокалу и гриму. Фирменная прическа, гитарные партии и точная слаженная игра всех музыкантов переносит тебя в то время, в ту самую атмосферу, когда выступала сама группа «Короли Шут». 24 июля клуб «Репаблик» начало в 19.00. Каждую пятницу и субботу клуб «Джинджа» представляет фирменную вечеринку «Хит-оу-икенд». Только для тебя живой вокал, танцевальное шоу, супер-хиты от диджеев и зажигательный МС. Вход без оплаты до 23.00. Информация и заказ столов плюс 375-29-635-44-44. Улица Притыцкого, 62-3, станция метро Кунцевщина. Такое нельзя пропустить! Дискотека СССР с участием мировых звезд! Доктор Албом, Чингис Хан, Ace of Face, Кайметов, группы «Блестящие», ПМ, Комиссар, 4 часа. Только хиты! 14 августа. Дворец спорта. Дрим Студия – это место для проведения фото и видеосъемок, мастер-классов, воркшопов, кастингов и творческих встреч. Пять интерьеров, фоновый и зал для видеосъемки. Световое оборудование включено в аренду зала. Помощь администратора. Удобное расположение недалеко от станции метро «Московская». Подробности на сайте DreamStudio.by. Смотри двадцатку лучших клипов недели. Голосуй за любимого исполнителя, поднимай его выше в нашем чарте «Мьюзик Чар Топ 20 Бай». Каждую неделю. Понедельник 20.00, среда 18.00, суббота 20.00. Только на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Продюсерский центр Андрея Буяльского объявляет новый набор на курс и мастер-класс «Сам себе продюсер». Продюсер в сфере ТВ, кино, музыкальная индустрия, клипмейкер, телеведущий, телеведущая. Плюс бонусная профессия – концертный директор. Подробную информацию можно получить по телефону плюс 375 29 624 96 36. Смотри новости мирового и отечественного шоу-бизнеса в программе «Ваше шоу. Новости шоу-бизнеса». Каждую неделю. Вторник 17.00, пятница 23.00, воскресенье 14.00. Только на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Мы продолжаем. Поговорим о мировой киноиндустрии. Мировые сборы «Черной вдовы» за первые дни показа составили более 200 миллионов долларов, что стало лучшим результатом с момента распространения коронавирусной инфекции. «Черная вдова» – главный фильм прошедших выходных по версии минчан. И неудивительно, ведь это первый полнометражный фильм Марвел с начала пандемии. Второе место по кассовым сборам занял мультфильм «Лука». А на третьей строчке оказалась криминально-приключенческая комедия «Круэлла». Немногие знают о том, что Наташа Романов по объективным причинам ушла из киновселенной Марвел. В итоге был снят «Мститель. Финал». После чего создатели этой истории приняли решение снять приквел «Черная вдова». По некоторым данным, компания планирует продолжить сотрудничество со Скарлетт Йоханссон. Тем более, что она также являлась продюсером в данной картине. Ко всему, именно Скарлетт познакомила продюсеров со знаменитым режиссером Кейт Шортланд. Продюсер Кевин Фаги и вовсе заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с Йоханссон в любом формате, так как ему интересно с ней работать. Также продюсер отметил, что картину сильно скрасила актриса Флоренс Пью, которая играла Лену Белову. Кроме того, он подчеркнул, что Пью – очень яркая актриса. Режиссер Тайка Вайтити считает новую часть Торос по заголовкам «Любовь и гром» своей самой безумной работой. По словам постановщика, за свою карьеру он реализовал немало сумасшедших идей, которых хватило бы и на десяток жизней. Но новый фильм «Маруэл» в этом отношении обошел все предыдущие картины автора. Вайтити добавил, что если взять все элементы фильма и создать из них список, то на бумаге эти идеи будут смотреться чрезвычайно странно, как если бы такой ленты вообще не должно было существовать. Автор пошутил, что не удивится, если после местных безумств работать с ним никто не захочет. Тонально фильм будет отличаться от «Тора Гнарёк», поскольку он содержит гораздо больше эмоций и самого героя в сюжете. Выход фильма запланирован на 5 мая 2022 года. «Тор-4» войдет в новую фазу киновселенной Марвел. Netflix опубликовал трейлер и назвал дату премьеры второго сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Кинолента выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. Путь создания второго сезона был непростым. Сначала киносъемки остановились в ноябре 2020 года, после того, как у многих участников сериала был выявлен положительный результат на COVID-19. Всего месяц спустя кинопроизводство второго сезона снова прекратили, так как Кавилл получил травмы на съемочной площадке. В итоге съемки сериала были завершены в апреле. Сериал посвящен приемной дочери Геральта Цири, которую «Ведьмак» будет учить справляться со своими сверхпособностями, в том числе и в замке Кайр Молхен. Netflix показал первый трейлер боевика «Малышка» с Джейсоном Мамоа, чей суровый герой решил уничтожить целую корпорацию и тем самым добиться справедливости. Мамоа сыграл обычного семьянина Рея Купера, чья жена Адрия Архона умирает. Героиня была серьезно больна, но лекарство, которое могло спасти ей жизнь, было снято с продажи одной крупной фармацевтической компании. Сделали это боссы корпорации лишь для того, чтобы поднять цену на свой продукт. Рей тяжело переживает утрату, а обстоятельства смерти супруги его еще больше вгоняют в депрессию. Рей решает отомстить руководству этой компании за их отношение к людям, однако в своей борьбе за справедливость герой оказывается втянутый в масштабный заговор. Тем не менее, возможные серьезные последствия борьбы против компании не пугают Рея, он все равно старается сделать все возможное, чтобы раскрыть тайны корпорации и объявить о них всему миру. Премьера фильма «Малышка» намечена на 20 августа. Сервис Netflix решил закрыть после первого сезона фэнтезийный сериал «Проклятая». Проект получил негативные оценки от зрителей. Как утверждает Deadline, с актерами сериала контракты уже расторгнуты, и они могут приступать к поиску другой работы. Шоу, основанное на книге Тома Уиллера и Фрэнка Миллера, рассказывало историю короля Артура с точки зрения «Ведьмы Немуэ». Главную роль в сериале исполняла Кентрин Лэнфорд. Студия RLG Films презентовала в сети трейлер нового детективного фильма «Охотник за разумом. Схватка». Видео доступно на YouTube. Главную роль в ленте сыграл звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд. Картина основана на истории реального серийного убийцы Теда Банди. Представитель ФБР будет вести допросы, чтобы понять, почему преступник лишил жизни 20 женщин. В ходе бесед герой начинает проникаться симпатии к маньяку, и это мешает ему писать объективный отчет, лишая его покоя. Мэтт Дэймон признался, что войдет в историю как актер, отказавшийся от грандиозной суммы за съемки в фильме, пишет Deadline. Представляя в Каннах картину «Тихий омут», артист вспомнил о предложении режиссера Джеймса Кэмерона, который предлагал ему 10% дохода за игру в небольшом фильме «Аватар». Напомним, в итоге лента заработала более 2 миллиардов долларов и до сих пор остается самой кассовой в истории. Теоретически Мэтт Дэймон отказался от 250 миллионов долларов. Он объяснил, не согласился сниматься, так как был задействован во франшизе о Джеймсе Борне. В итоге в «Аватаре» сыграл Сэм Вортингтон. Правда, никакой информации о столь внушительных гонорарах для этого актера нигде не появлялось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну вот, на сегодня у нас все новости. Программу подготовили Яна Редько и Владимир Мухортов. Продюсер программы Андрей Буяльский. Партнер программы Интерьерная фотостудия Дрим Студио и Музыкальная школа Джем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА